Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, студия. Мой соведущий уехал на гастроли своей группой в тур, поэтому сегодня со мной в компании Роман Веселков. Роман, привет. Привет, у меня тоже гастроль такая, радийная. Да, на часах у нас 11.07. Начинаем мы первую тему. Сейчас я ее разверну. Будем говорить мы о том, что кировчане получили возможность летать в другие города-приволжья. Ну, то есть в направлении Нижний Новгород, Перми, Уфа, Ижевск. Также в Кирове садятся самолеты, направляющиеся из Казани в Оренбург и обратно. Вот такая тема у нас сегодня. Слушатели, наш номер 708-502, это, конечно же, прямой эфир. Вы можете к нам позвонить и высказать свое мнение. Будете вы летать, надо нам это, не надо. То есть ваше мнение нам, конечно же, интересно. Номер для ваших смс-сообщений 8-909-720-101-0. Пишите, подписывайтесь вначале. Ну и назову все наши координаты. Если интернет к вам ближе всего, то заходите туда. Адрес у нас сайт www.hackirova.ru. Там у нас как радиотрансляция, так и видеотрансляция. Можете посмотреть на наших гостей. Камера находится как раз напротив. А в гостях у нас сегодня Альберт Запольский, глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, и также к нам сегодня пришел Андрей Жданов, генеральный директор аэропорта Победилова. Добрый день. Добрый день. Да, слушатели, также мы есть еще и в Твиттере, так что заглядывайте туда. Вызван 43 через вайпишица. Можете туда тоже что-нибудь написать. Будем обязательно читать. Ну что, начинаем мы эту тему. Расскажите про эти направления. Стоимость, почему именно столько стоит, да, напомню для слушателей, по стоимости, ну, то есть это Уфа будет стоить 4,5 тысячи, до переменения Нижнего Новгорода 3,5, Ежевск 2700. Откуда взялись такие цифры? Вопрос к кому? Давайте к вам. Ну, на самом деле, ценообразованием занимались не мы, ценообразованием занималась Росавиация, как основной заказчик перелетов. Поэтому, я так понимаю, что эти цены были представлены или просчитаны на основании сложившихся сегодня на территории Российской Федерации стоимости летного часа соответствующего типа судна. Как вы знаете, у нас на этих рейсах будет работать, в принципе, наверное, только три типа судна. То есть это Пилатус, Цесна и Л-410 чешского производства. То, исходя вот из стоимости летного часа каждого из этих воздушных судов, была просчитана стоимость авиабилета. Ну, а летный час, то это входит и топливо, это и зарплата пилотов и так далее. Безусловно. То есть я понимаю, что покупая один билет на один рейс, я таким образом оплачиваю услуги огромного количества компаний, людей. Я просто хочу понять, насколько вот эта цена, она объективна, как вы думаете? Мне еще раз подчеркиваю, сложно судить, поскольку мы не занимались экономической стороной ценообразования. Нам спустили уже готовые цены, поскольку заказчиком все-таки является Росавиация. Мы сегодня, как правительство Кировской области, у нас есть обязательства по софинансированию из бюджета Кировской области перелетов этих. Вот, чем, собственно говоря, мы, начиная со вчерашнего дня, и будем заниматься, поскольку у нас заключен договор с основным перевозчиком этой авиакомпании Татарстан. Поэтому, в соответствии с поставлением правительства номер один, которое было принято в этом году, будем работать в этом направлении. Да, но не надо забывать, что еще рейсы, они субсидируются, получается, что 25% это у нас федеральный бюджет покрывает. То есть это уже дешевле. Я про это и говорю, что у нас на сегодняшний день есть так называемая специальная цена для пассажира, которая составляет 50% от стоимости авиабилета. Поэтому у нас пассажиры летают, по сути, за 50% от той стоимости, которая реально составляет, по крайней мере, по договору с Росавиацией у авиаперевозчиков. Остальные 50% в равных долях оплачивают федеральный бюджет и бюджеты регионов. Подчеркиваю, здесь не только бюджет Кировской области задействован, задействованы все субъекты Приворского федерального округа. Каждый в своем бюджете заложил определенную сумму денег. У нас это 25 миллионов рублей на этот сезон. Расскажите, что это за самолеты? Насколько надежно, они комфортно? Сами летали вы, нет? Я, к сожалению, ни на одном из этих типов воздушного судна еще не летал, поскольку это воздушное судно малой вместимости. И они в основном используются на либо близких дистанциях, либо как коммерческие воздушные суда. Но вчера я был в аэропорту, провожал, встречал первые рейсы, и в Пилатусе мне удалось посидеть. До 10 человек там, да? Пилатус, по-моему, до 9, вместимость у него достаточно комфортный салон самолета, кожаные кресла, подлокотники, столики, то есть бизнес-класс. В общем, своеобразный Мерседес, только воздушный. А в воздухе этот комфорт ощущается? Андрей, может быть, вы летали, можете сказать? Я тоже на этих бортах не летал, но вчера, когда выходили пассажиры, которые прилетели из Нижнего Новгорода, отзывы самые положительные. То есть ожидали, наверное, типа воздушного судна, что-то подобие кукурузинка, где очень все гремит, чувствуются воздушные ямы. Но, судя по всему, ощущения были совершенно другие. Как правильно, Альберт Владимирович сказал, это самолет практически бизнес-класса. Если честно, из Кирова никуда не летало, но отзывы о том, что тот самолет, который у нас летает из Кирова до Москвы, не самые лучшие. Вот здесь вот сильно отличается. У вас, наверное, ощущения были связаны с САН-24, да? Да, это речь об этом. Ну да. Была некоторая проблема в 2012, рубеж 2012-2013 года, когда зимнее расписание в рейс на Москву у нас стало обратно АН-24. Это было связано с тем, что у перевозчика компании ВТР были некоторые технические проблемы. Те борта АТР-42, АТР-72, которые у них были в наличии, раньше возили пассажиров в город Москву, они уходили на техническое обслуживание непосредственно во Францию. Вот сейчас ситуация изменилась, с летним расписанием снова встал АТР-72, очень комфортный самолет, я на нему очень часто летал, мне очень, честно говоря, он нравится. То есть сейчас есть шанс, что люди будут летать больше, потому что все истории, как правило, не с трагическим, но с каким-то печальным концом, когда люди говорят, мне пришлось выпить для того, чтобы сесть в этот самолет. Ну да, безусловно, после того, как компания ЮТР поставила АН-24, я снова про московский рейс вернусь, безусловно, пассажиропоток существенно упал, потому что, да, существует некоторое предвзятые отношения к этим бортам. Хотя на самом деле это достаточно такие надежные самолеты, несмотря на то, что президент давным-давно. Вы знаете, что это надежно, а пассажиры, которые садятся туда, они не совсем понимают во всех этих технических сложностях, а по комфорту, конечно, это оставляет желать лучшего. Вы знаете, воздушная яма, она решает все. Вот человек, который попал в воздушную яму, ему уже неважно, комфорт-класс или там... Но, тем не менее, сейчас АТР-72 лета, там воздушных ям я ни разу не почувствовал. Вот и те воздушные суда, которые сейчас ставятся на межрегиональной перевозке, это самолеты «Пилатус», производства в Швейцарии, и самолеты «Цесна», производства в США. Ну, пассажиры, по первому отзыву, достаточно довольны. Я бы просто хотел напомнить, что одним из первых пассажиров на этих рейсах у нас был губернатор Кировской области. А губернатор у нас все на себе испытывает, тут он тоже полетел. Да, вот вчера, когда он прилетел из Пермин как раз на «Пилатусе», да, то ему задали вопрос насчет комфортности. Он сказал, очень комфортно, всего лишь один раз попали в турбулентность, а так даже не почувствовали, то есть практически как на большом самолете. Поэтому здесь, по крайней мере, такому взыскательному пассажиру, как Никита Ильич, которому, как вы знаете, много передвигается, много летает на разных типах судов, как бы ему понравилось. Ну и другие пассажиры, которые вот выходили вчера, и что из Нижнего Новгорода прилетели, что из Перми на этом же рейсе, да, в общем-то все сказали, что очень комфортный самолет. Вот, а что касается выпивания перед полетом, да, как вы знаете, за последнее время у нас люди, на чем бы не летают, пьют обязательно. Да, хоть какой это самолет будет, Ан-24 или современный Боинг или Аэрбас, народ предпочитает пить. Ну, мы свои традиции просто распространяем и на земле, и в воздухе, так сказать, со своим самоваром. Я хочу прочитать одно из СМС, пишет Анатолий, часто езжу на автомобиле в соседние регионы, это мой любимый вид транспорта, ни за что не пересяду на самолет. Вот, лучше бы дороги сделали до границы области, это вот сказал Анатолий. Это к вопросу о стереотипах и о том, откуда берутся деньги, на что расходуются. Вот вы сказали про 50%, которые сокращают, да, издержки пассажира. Эти деньги откуда-то были взяты, перенесены или это достали очередную какую-то закрома родину, заглянули и достались 25 миллионов? Ну, закрома родины у нас называются бюджетом, да, неважно какого уровня, федерального, регионального или местного. Других у нас нет. Доходная часть бюджета, понятно, откуда складываются эти деньги. Ну, когда правительство Российской Федерации приняло решение о том, что в Приложском федеральном округе будет запущен такой пилотный проект, и в случае его успеха он будет реализован по всей территории Российской Федерации, то, понятно, правительство Кировской области, являющееся органом исполнительной власти в субъекте, не могло отказать, да, правительство Российской Федерации, что на территории округа появляется такой проект, а вы, значит, отказываетесь. Поэтому, безусловно, где-то поджались, и в бюджете Кировской области нашли эти 25 миллионов. То есть это такой экспериментальный в какой-то мере проект? Это пилотный проект. Пилотный, давайте так скажем. Проблема ведь, собственно говоря, точнее так, не проблема, а почему он появился? В последние годы, в большом количестве, ну, последние годы, это я называю 90, последние годы, 20 лет, да, с момента развала Советского Союза, когда на территории Советского Союза была очень высокая интенсивность авиаперевозок, которая складывается с того, что перевозчик был единственный государственный, система взлетно-посадочных полос, аэродромов, аэропортов была государственная, стоимость перевозок регулировала, опять же, государство, которое, как бы, ну, знаете, в советское время не особо считалось с экономикой выгодно-невыгодно, главное, надо перевезти, да, больше всегда была составляющая социальная сторона, что надо возить людей. Люди должны летать, да. Да, люди должны летать, вот, и за эти 20 лет система авиаперевозок в России очень серьезно изменилась. То есть у нас прекратилось практически межрегиональные перевозки, и все перевозки авиационным транспортом проходили через крупные хабы, но в основном через Москву. То есть доходило до смешного для того, чтобы человеку попасть, там, образно говоря, из Владивостока, там, в ту же Самару, да, ему надо было улететь до Москвы, там пересесть, улететь в Самару. Или еще смешнее, когда попасть из Кирова опять в ту же Самару, можно только, долетев до Москвы, пересесть и снова улететь в Самару, да. А вот этих межрегиональных перевозок, как классно, они практически исчезли. Ну, между крупными хабами там, конечно, они существовали, но в очень малой степени. Поскольку страна у нас большая, и время в пути, что на автомобильном транспорте, что на железнодорожном достаточно большое затрачивается, да, вот власть все-таки решила возродить эту систему межрегиональных перевозок, и в том числе систему авиационных перевозок внутри федеральных округов, которые как бы между собой сконцентрированы, там связи, в том числе административные и прочие другие, начали, к счастью, с Привозского федерального округа. Надеюсь, что этот опыт будет удачным, да, первое. Второе, мы все-таки живем в 21 веке, да, и для многих людей время — это деньги, в прямом смысле этого слова. И сегодня тратить время на то, чтобы там на том же автомобиле добраться до Перми, да, я как перемен, знаю, сколько времени надо для этого потратить. Сегодня на самолете это час. По планам в ту же Пермь, там, это будет один из наиболее частых рейсов, то есть ежедневно по два рейса в день. Пока вот стоит три в неделю, да, ну, должно увеличиться частота рейсов до двух рейсов в день ежедневно. Свет, извини сейчас, вот вы сказали как раз о том, что этот успех этого пилотного проекта покажет, как дальше по территории Российской Федерации будет развиваться вообще вот все межрегиональные перевозки. А как объявляется успех? То есть это какие-то сроки поставлены или это какие-то показатели пассажиропотока? Может быть, да. Ну вот смотрите, успех, да, то есть авиационные перевозки, авиационные перевозки, да, это, ну, такой же вид бизнеса, как перевозки любым другим видом транспорта. Ну, опять же, к моему великому сожалению, у нас сегодня большая часть перевозок на длинные расстояния, а так или иначе субсидируются государству. То есть все прекрасно знают, что субсидируются железнодорожные перевозки, все прекрасно знают, что субсидируются автобусные перевозки, кроме там самых выгодных междугородних маршрутов, да. Авиационная промышленность, да, и авиационная деятельность, как таковая, это ведь не только вот, точнее, верхушка этого айсберга, это сама перевозка, а это же еще огромное количество людей, которые заняты не только на обслуживании самолетов, да, но в том числе и на их производстве. Вот смотрите, до 91-го года, до развала Советского Союза, из аэропорта города Кирова, Победилова, обслуживал более 400 тысяч пассажиров в год. Сегодня мы приближаемся к цифре 40 тысяч, то есть объем перевозок упал в 10 раз, да, и это мы сейчас наращиваем, то есть там 2-3 года назад это было 20, 22, 23 тысячи, сейчас вот потихоньку опять это возрождаем. Отсюда как бы сам по себе напрашивается, что в принципе кировчане-то раньше летали, они и сейчас готовы летать, просто по ряду причин с этого вида перевозок пассажиры ушли, ну, во-первых, было в предыдущие годы полностью разрушена структура аэропорта Победилова, самолеты были проданы, да, то есть рейсы ушли, то есть мы сейчас хотим, вот все эти годы губернатор области хочет возобновить, желает возобновить, чтобы жители Кировской области и города Кирова тоже жили, как все современные, да, крупные города. Нет, это не понятие. Извините, я вас прерву, у нас слушатель, давайте выведем его в эфир. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Александр, вы со мной говорите? Да, 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 мы вас слушаем. Александр, город Киров. У меня такая просьба, а вот озвучьте, пожалуйста, в сравнении стоимость железнодорожного билета и авиабилета, ну пусть до того же самого города Перми. Я вот сейчас, к сожалению, не взял с собой табличку стоимости железнодорожных билетов до города Перми. Порядка трех тысяч, по-моему. Ну, сейчас я скажу, вот у нас сегодня... Пойдите, другой город тогда. Сейчас, секундочку, я просто про Перми могу сказать точно, потому что я езжу туда, да. Вот, смотрите, у нас стоимость билета до Перми составляет сегодня три тысячи... Для пассажира. Для пассажира. Три тысячи шестьсот пятьдесят рублей. Да? Три тысячи шестьсот пятьдесят рублей. Это плацкарта. Нет, это на самолете. Самолет, самолет, да. Это перелет вот на самолете по этой программе. Если ехать на... до Перми на поезде в простом купе, стоимость будет порядка двух с половиной тысяч рублей. Еще раз повторите, пожалуйста, поездом и самолетом. Самолетом три шестьсот у нас сегодня стоит. Три шестьсот пятьдесят. Так? До Перми, да. До Перми самолетом три шестьсот пятьдесят. Так. На поезде в купе, в зависимости от поезда от двух с половиной... Плацкарт, пожалуйста, скажите. Плацкарт. Плацкарт, я, если честно, не знаю. Наверное, тысяча семьсот, тысяча восемьсот рублей. Все, вопрос снимается тогда. Все, спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Хороший вопрос, абсолютно разумный. Но я вот на самом деле общался с человеком, который работал еще летать самолетами аэрофлота. В аэрофлоте, который высчитывает как раз стоимость перелетов, уважаемой женщиной, и будучи работником РЖД в свое время, да, в издательском доме Гудок, тоже сталкивался с вопросом высчитывания железнодорожных билетов. Так вот, что касается железнодорожных билетов, там расходы покрываются в большем количестве, чем сейчас у нас, что касается авиаперевозок. На самом деле стоимость билета железнодорожного тоже в разы выше, поэтому у нас были проблемы, например, с электричками, потому что местный муниципалитет не мог покрывать эти расходы и стали поезда сокращать. Кстати, вот сейчас сокращение поездов, возможно, тоже по этой же самой причине происходит. Ну, кстати, хотелось поговорить и об этом тоже, вы говорите, вот у нас административные связи с этими городами уже в 21 веке. Отлично, очень хочется в 21 веке из Кирова как-то легко добираться до Санкт-Петербурга. Насколько мы знаем, сейчас вот сокращается количество даже поездов, вагоны будут прицеплять в большем количестве, то есть поездов меньше. Добраться вроде бы до северной столицы получается как-то проблематично. Мы живем в 21 веке. Хорошо, мы можем долететь на самолете до Нижнего Новгорода, а до Санкт-Петербурга добраться нам проблематично. То есть когда вот, может быть, вот эти вопросы, они первоочередными должны быть? Светлана, вот мой вопрос авиационного сообщения города Кирова с другими крупными городами, да, не в рамках проекта, который мы сегодня начали обсуждать, поднимаем уже не раз. Я просто, я все жду этого момента, когда, наконец-то, можно быть комфортно, нормально добираться до Санкт-Петербурга. Я жду. Но тут, к сожалению, практически ничего не зависит от правительства Кировской области. Вы все прекрасно знаете, что у нас с 2008, по-моему, году идет реконструкция летно-посадочной полосы, которая является собственностью Российской Федерации, которая реконструкция финансируется исключительно из федерального бюджета. И, к сожалению, подрядчик, который занимается этой реконструкцией, оказался достаточно, ну, мягко говоря, недобросовестным. И вместо плановой сдачи железно-посадочной полосы в эксплуатацию летом прошлого года, он сдвинул ее на год. А у нас все программы развития маршрутной сети из аэропорта Победиловы завязаны на железно-посадочную полосу, поскольку пока она находится в стадии реконструкции, мы не можем развивать маршрутную сеть. Мы не можем принимать сегодня, не имея сертификацию на прием современных самолетов, поскольку полоса находится в реконструкции. Поэтому вот это основной и, пожалуй, главный сдерживающий фактор, который сегодня нам не позволяет, на регулярной основе запускать в тот же Санкт-Петербург борт. Хотя сегодня потребность в Санкт-Петербурге, она, как показал, если вы помните, мы полтора, два года уже назад практически делали этот рейс, практически его накатали, но вот опять же с этими всеми вопросами, связанными с отсутствием сертификации, с постоянным нахождением взлетно-посадочной полосы в реконструкции, мы не можем его сейчас решить. Что касается подрядчика, извините, я перебиваю, а то, что вот отсрочен срок сдачи, отсрочен срок, сумма расходов не увеличилась? То есть за те же деньги происходит? Все происходит за те же деньги, еще раз подчеркиваю, деньги сугубо федеральные, исключительность федерального бюджета, общая стоимость реконструкции по завершению должна составить порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. То есть это и удлинение взлетно-посадочной полосы, замена навигационного оборудования, цветосигнальной системы, обнесли полностью взлетно-посадочную полосу, ну вообще весь аэродромный наш комплекс, пятиметровым забором. То есть вы говорите об инфраструктуре, а не только о полосе бетона или там асфальт. Безусловно, но основное все-таки это понятно, что возможность приема современных судов. Ну вот Андрей, вы говорите о том, что уже к лету можно будет до Москвы долететь на самолете лучшего качества, да? То есть это вне зависимости от взлетно-посадочной полосы. Самолет АТР-72, это турбовинтовой самолет, то есть на сегодняшний день мы готовы принимать эти типы воздушных судов. Вы знаете, что и в прошлом году, и в позапрошлом эти самолеты летали. То есть Альберт Владимирович говорит про новые типы воздушных судов, типа Boeing и Airbus. А до Петербурга можно долететь только на таком, да? Ну, безусловно. Основной парк у авиакомпаний как раз состоит из этих типов воздушных судов. Из Boeing и Airbus. Вы знаете, что в последнее время существенно провели техническое перевооружение своего парка, да? И в основном состоят из данных типов воздушных судов, которые экономически целесообразно выгодны. Тот парк, который на сегодняшний день готов принять аэропорт, победил до завершения работ по реконструкции. Это, к сожалению, в большей степени либо самолеты малой вместимости, либо самолеты производства, произведенные еще в Советском Союзе, типа Ан-24, Ту-134 и Як-42, классом не выше. Таких самолетов в парке в компании осталось немного. И, как правило, сейчас, с учетом того, что стартовала программа межрегиональных перевозок, они в большей степени все задействованы. Я к чему спрашиваю? К тому, что, а что действительно у вас требовано для людей? До Москвы, до Литей, до Петербурга, или все-таки до Самары, до Нижнего Новгорода, до Казани? Ну, кроме прямых рейсов, которые озвучили в рамках Привозовского федерального округа, это 6 городов плюс 4 трансферных города через город Казань. У нас в летнем расписании присутствует направление в город Анапу, будет прямой рейс в Сочи, во Внуково, вы знаете, и в Нарьянмар. Это остается, как это и было. Ну да, единственное, что добавилось в Сочи, у нас в прошлом году только в Анапу летали самолеты. Сейчас мы ведем переговоры дополнительно с одним из авиаперевозчиков, обсуждаем возможность открытия дополнительных рейсов на Геленджик и на Минеральные воды. Кроме того, они рассматривают, есть ли возможность у них открытия рейса на Санкт-Петербург. Но это пока все в стадии переговоров, я думаю, к концу апреля месяца ясность будет полная. Что касается парка, Ольга, слушатель СМС, вопрос задает. Возможно ли возрождение пассажирских авиаперевозок внутри нашей области, между районными центрами? Это как раз когда вы сказали, что люди раньше летали. Раньше и речь флот был очень развит. Вы знаете, во всем есть определенная логика и смысл. Когда в советские времена была очень сильно развита внутри региональная авиация, на судах типа Ан-2 и в том числе на вертолетах, это был вопрос острой необходимости. Тогда не было дорог. Не на чем было просто добираться до тех же авиацких полян. Сегодня в Кировской области до любого районного центра можно доехать на автомобиле. Кроме двух. Это Подосиновский район и Лусский. Но мы в этом направлении активно работаем. В этом году сдаем один участок дороги, соединяющий эти два района. Начинаем следующий. И я думаю, что к концу 2014 года мы полностью эту проблему решим. И для людей будет дешевле, проще и удобнее добираться до города Кирова на автомобильном транспорте, а не на воздушном. Тем более, что если сегодня запустить тот же самолет, пускай тот же Ан-2, между, допустим, Лузой и Кировом, это надо содержать аэродром в Лузе, сертифицированным по всем этим. Представляете, сколько будет стоить билет? Никто просто не полетит. Это будет очень дорого. Это будет такое развлечение класса люкс, наверное. Да, на кукурузнике. Слушайте у нас. Алё, здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, в советские времена мы ежегодно летали в Сочи. А вот сейчас слышала, что Анапа может быть и в Сочи. Вот такие легкомоторные самолётики планерного типа полнодёжности, как они, например, до Сочи полетят? И какая стоимость? Спасибо. Есть ли возможность посадки на море? Сразу же. Да. Я думаю, Андрей Васильевич на этот вопрос лучше ответит. В Анапу и Сочи у нас планируются не те воздушные суда, которые будут курировать в рамках Приволжского федерального округа. Это будет Як-42, вместимость больше ста кресел. Планируется, что из Кирова в Анапу будет вылетать по вторникам с 11 июня по 24 сентября. Стоимость билета будет от 7100 рублей до 11900. В Сочи будет летать самолёт по средам с 5 июня по 25 сентября, тоже на Як-42. Стоимость билетов 8200-12600. Всё зависит от даты приобретения этого билета. Пока каких-то специальных скидок по данному направлению авиакомпания пока не предусматривает. Ну, в общем-то, не дешёвое такое удовольствие. Ну, да. Но, то есть, обычно в сезон, наоборот же, цена поднимается. Совершенно верно. Поэтому я говорю, всё зависит от даты продажи билета. Чем раньше купите, тем дешевле будет билет. А сейчас можно за эту цену купить, да? Дотянете до лета, там уже подороже. Вчера перевозку в Анапу и в Сочи будут осуществлять компании Шави. Вчера звонил генеральный директор и известил о том, что они открыли продажи. Так что билеты уже можно покупать. Ну, а что? Мы открываем рекламу. Да, сейчас быстренько сходим. Скоро вернёмся. Наш номер 708-52. Слушатели, звоните. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Роман Веселков сегодня со мной в этой студии. Говорим мы о том, что сейчас из Кирова можно улететь на самолёте в четыре города. Это в Уфу, в Пермь, в Нижний Новгород и в Ижевск. А уже с 1 мая в рамках проекта льготных авиаперевозок можно будет также попасть ещё и в Казань, и с 1 сентября в Самару. Всё верно я говорю, да? Кроме того, предусмотрены четыре трансферных рейса. Это в Оренбург, в Пензу, в Саранск и Саратов. Эти рейсы осуществляются через город Казань. То есть непосредственно билеты можно будет купить у нас здесь, прямой рейс Киров-Оренбург, да? Но перелёт будет через Казань. Ну, кстати, очень радует то, что можно наконец-то как-то комфортно добраться до Казани. Вроде бы недалеко они от нас находятся, но буквально-таки недавно, да, мы как делали, на поезде, и сколько там, 14 часов, да, вроде бы недалеко, а приходится ехать вот так вот объезжать. Здесь, конечно, удовольствие не дешёвое. Доказания, за сколько можно будет долететь? Доказания, на самом деле, не так дорого. Мне кажется, 2800 рублей стоит билет. Это на взрослого, гражданин российского. Весьма соизмеримо с железнодорожным. Кроме того, предусмотрены скидки, стандартные скидки, которые определены постановлением правительства. Это дети до двух лет. В период условий, если они занимают отдельное место, проводятся бесплатно. Дети от двух до двенадцати лет. Скидка 25%. Ну и дальше старший возраст, полная стоимость. Значит, сейчас, с учётом того, что проект только стартовал, значит, авиаперевозчик авиакомпании «Татарстан» и субподрядчик его компании «Декстер», авиатакси «Декстер», они разрабатывают различные роды скидки, промо-тарифы. Вот была озвучена информация о том, что первые промо-тарифы, которые будут действовать непосредственно на старте этой компании, билеты будут стоить, могут достигать стоимости 300-500 рублей, но будет всё зависеть от даты вылета, наполняемости рейса и так далее. Кроме того, разрабатывается система скидок, будут отдельные тарифы, групповые тарифы, семейные тарифы, тарифы для пенсионеров, для спортсменов, говорят, хорошие тоже очень скидки будут. То есть я думаю, тут в течение первой, второй недели апреля эти все скидки будут утверждены, ну и будут внедрены, соответственно. Вот мы сегодня говорили об успехе этого проекта, я так полагаю, что этот успех должны обеспечить сами граждане Российской Федерации, жители Герской области. То есть чем больше нас сядет в эти самолёты, чем чаще мы будем вылетать, тем больше шансов у этого проекта выжить, что называется, или показать свою значимость и состоятельность. Безусловно, потому что в первую очередь этот проект рассчитан на жителей Приворского федерального округа, для внутренней проблемы Приворского федерального округа. И чем больше людей воспользуются в данном случае авиационными перевозками, тем понятнее будет их необходимость, востребованность сегодня и необходимость его транспорта на другие округа федеральные. Ну, кроме того, я прошу не забывать всё-таки, что авиационные перевозки на сегодняшний день, в первую очередь, это самый быстрый вид транспорта, с одной стороны. И, с другой стороны, это самый безопасный вид транспорта, потому что по статистике... Я знаю эту статистику, да. Поэтому, что бы там ни говорили, и как бы там нас не пугали катастрофами, тем не менее, статистика вещь неумолимая, да, и авиационные перевозки самый быстрый и самый безопасный вид транспорта. Особенно по отношению к автомобильным. Особенно по отношению к автомобильным. Говоря о популяризации среди населения, граждан, в том числе Кировской области, таких вот перевозок, я всегда подразумеваю, что будут какие-то расходы на какие-то пиар-мероприятия или, возможно, ну, давайте скажем так банально, рекламу «Летайте с самолетами аэрофлота». Тогда этот лозунг прозвучал, мы его помним до сих пор. Скорее всего, будет что-то происходить вот в этом направлении, как людям сказать, ну, помимо вот таких эфиров нашего сегодняшнего... Да, сегодня мы абсолютно бесплатны здесь. Да, мы же понимаем прекрасно, что яркий постер с красивым самолетом, в котором белозубая семья, да, он уже многое делает. А там где-то внизу черное наше море. Вот какие-то такие мероприятия будут проводиться и откуда будут взяты средства. В данном случае, я так полагаю, что из бюджета как раз непосредственно аэропорт, потому что это коммерческая деятельность. На самом деле перевозки нас осуществляют авиакомпании, как я уже озвучил, авиакомпании «Татарстан», «Декстер». То есть рекламная кампания должна быть в первую очередь организована ими, но мы в свою очередь, поскольку мы тоже заинтересованы в том, чтобы пассажиропоток был, чтобы пассажиропоток на территории Кировской области рос постоянно, да. Мы в этом процессе постоянно участвуем. И наши встречи, и наши обсуждения, да, это есть один из элементов этой рекламной кампании. Пока аэропорт победил, рекламируют таксисты, потому что это их любимое место прикорма. Я прямым... Они сами об этом говорят. Они не будут возить по городу, им интереснее возить из аэропорта. И вот всё, что я слышал до сегодняшней программы о перевозках в Кировскую область обратно, это вот история о том, об испуганных бледных лицах, которые таксисты, значит, мужественно везли на своих плечах. Надеюсь, их историй теперь станет меньше. Мой друг, который недавно летел от Кирова, ну, я опять вспоминаю вот это направление, от Кирова до Москвы, потом ему нужно было до Краснодара. Человек, который летает очень часто, но он помнит этот перелёт до сих пор. Альберт Владимирович, замечательный смс-вопрос, просто я обязан его задать. Ни в одном, это Михаилу спрашивает, немножко даже возмущается, ни в одном близлежащем областном центре нет такого ограждения вокруг взлётно-посадочной полосы, как у нас. Зачем нам такой забор, спрашивает Михаил. Я отвечу Михаилу в следующем. Михаил, мы должны сегодня гордиться тем, что у нас есть... Забор всё-таки такой забор. На самом деле шутки шутками, но это современное требование авиационной безопасности, авиационных перелётов. Пятиметровый забор, это как раз защита от несанкционированного доступа на взлётно-посадочную полосу. И это, я сейчас подчеркиваю, современное требование, поскольку у нас идёт реконструкция взлётно-посадочной полосы, да, и всего аэродромного комплекса. Поэтому он сегодня... реконструкция сегодня производится исключительно по современным требованиям. А это современное международное требование. Ну вот, Михаил, забор — это требование. У нас сейчас слушательница. Да, забора у нас уже не будет забора, будет хорошая взлётно-посадочная полоса. Сейчас у нас слушательница. Айля, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юлия. Вас слушаем. У меня два вопроса. Первый относительно подрядчика, который... что делает там? Реконструирует... Он делает взлётно-посадочную полосу. Вот всегда, когда такое происходит, когда какие-то сроки отодвигаются по вине подрядчика, да, в бизнесе этот человек, который не выполняет условия контракта, он, соответственно, несёт какие-то убытки, платит какие-то штрафы и так далее. С этим подрядчиком что-то такое происходит? Его огородили забором. Вы говорили, что они отодвигают эти сроки там по каким-то своим причинам? Ну, насколько мне известно, заказчик, а это агентство гражданских аэропортов ФГУ, подрядчика оштрафовало очень прилично. Я просто сейчас сумму не готов назвать, но исходя из стоимости контракта в 800 миллионов рублей, там очень сопоставимая сумма штрафа. Давайте просто представим её себе. Что? Нет, Юля, ваш второй вопрос, у нас мало времени осталось. Ага, понятно. И второй вопрос. Просто есть у меня такая необходимость, я летаю в Воркуту, вернее, не летаю, а езжу. И в Воркуту проще всего добраться, если ты доедешь до Москвы, в Москву сядешь на самолёт и долетишь до Воркуты. Вот хотелось бы, чтобы Республика Коми тоже участвовала в этом пилотном проекте. Ну, вопрос перелёта до Воркуты. Если вы помните, у нас года три назад самолёт летал до Воркуты, и вопрос сложился так, что когда была необходимость возить вахтовиков в воркутинские направления газовиков, нефтяников, самолёт был заполнен. Когда она отпала, то есть обычные коммерческие пассажиры, ну, не могли давать достаточную наполненность борту, поэтому нам, к сожалению, пришлось его снять. Юля, вы как бизнесмен, видимо, бизнес-вумен, вы должны понять, что это логистика. Понимаете? Спасибо вам за звонок. Да, слушатели, времени у нас остаётся совсем мало, поэтому можете тоже позвонить, как Юля, задать вопросы, 708-502. Есть ещё номер для ваших смс, Рома вот их читает, 89-720-101-0. Пожалуйста, пишите вначале, подписывайтесь. Сергей говорит, не летал, а не буду. Почему, пускай и 25% должны доплачивать жирным котам кировчане? Каких котов имеет в виду Сергей? Видимо, пассажиров. Видимо, пассажиров. А такого и не посадишь в самолёт, он же не взлетит. СМС. Следующее. Такое ощущение, что только чиновники будут летать на этих самолётах в командировке, а потом им ещё и будут компенсировать эти затраты из бюджета, так что сумма будет больше, чем 25 миллионов, посчитал Павел. Ну, больше, чем заложено бюджет, всё равно не будет, поэтому здесь зря об этом говорить. И на самом деле не только органы власти там будут использовать. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что когда мы анализировали 89-й год, из города Кирова было 43 прямых межрегиональных направлений. И вот те 10 направлений, которые сейчас открываются, в том числе через Казань, они все раньше были. Люди летали из города Кирова по этим направлениям. Всегда был спрос. То есть мы рассчитываем, что со стартом этой программы, безусловно, спрос восстановится, и люди будут пользоваться авиационным транспортом. Слушатели у нас на линии. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, вы в прямом эфире, представьтесь. Денис, Слободской город. Послушаем. Вот такой вопрос, наверное, не про самолёты, а про тахографы. Можно ли что-нибудь узнать? Это хорошее завершение обсуждения этой темы. Ну, давайте попробуем ответить. Установка тахографов, я так понимаю, в автобусе, да? Нет, вот у нас как бы, ну, грубо скажем, предприятие по обеспечению топливом города Слободского, да? Я думаю, что давайте мы этот вопрос обсудим чуть позже. Он длинный и сложный. Да, потому что я даже слово такое слышу впервые. Ай-яй-яй, Роман. Слушатели, ну, вот у меня вопрос остаётся один и тот же, будете ли вы летать вот по этим направлениям, пытаясь я понять, насколько же это востребовано, и действительно, для народа ли это делается. 700-8502, наш номер телефона. Есть звонки? Пока нет. Несколько минут остаётся, поэтому, слушатели, можете ещё поспешить и успеть до нас дозвониться. Я всё-таки возвращаюсь вот к этим недалёким направлениям, Нижний Новгород, Казань. Многие, у кого есть автомобили, ездят вот туда даже просто за покупками. Но нет автомобиля, добраться уже проблематично до Нижнего Новгорода. Соответственно, у нас была электричка, сейчас ты не доедешь только на поезде. До Казани, как я говорил, вообще проблема добраться. Сейчас самолёт, да, вот насколько вот будут ли вот востребованы в этом, когда ты действительно хочешь доехать до Нижнего Новгорода, просто по магазинам походить, да, и покупаешь билеты, летишь на самолёте. Ну, мне кажется, спрос будет, потому что у меня есть друзья, мы тоже общались. Очень интересно, Казань. То есть доедешь до Казани на машине, да, кто не пользуется железнодорожным транспортом, оставляешь машину в Казани, чтобы по пробкам там не бегать. Мне кажется, очень удобно. Ещё один звонок? Две тысячи восемьсот рублей, это очень нормальная цена. Последний звонок у нас по этой теме. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь. Дмитрий. Мы вас слушаем. Ваш вопрос. А вот смотрите, вопрос в чём заключается. Слушаю, с самого начала, я думаю, что для широкого населения, вот, скажем, для большого количества людей, это неактуально эти будут полёты, по цене, по цене. Вот смотрите, я раньше когда-то на Аэрофлоте летал, Киров, набережные Челны, 500 километров примерно расстояние, билетик стоил 12 рублей. Значит, сейчас, если, допустим, зарплата в сто раз поднялась, так, ну, в среднем, там, 12 тысяч, 15 тысяч, во сколько раз, значит, возросла зарплата, а у вас цены-то по 3 800, по 3 500, да? 3 500, там, 4 500 до Уфы. Ну, вот в среднем 3 500, это примерно то же самое, как до первых километров. Да, мы вас услышали, понятно. Не потянут. Да, вопрос, и проблема понятна. Да, Дмитрий, спасибо. Ну, это к вопросу о том, что советское государство по-своему регулировало цены. Сейчас мы живём в период абсолютной коммерческой деятельности, в том числе, и тут уже всё зависит от огромного количества участников. Но вы же ещё говорили, что будут всевозможные скидки, да? Ну, если это действительно будет, то хорошо. Они будут действовать для разных категорий, будут разные скидки, да? Не понятно, что в любом случае цена выше, чем поездка на автобусе. Я хочу подчеркнуть одно. Сегодня только второй день работы программы, да? Давайте хотя бы пройдёт пускай месяц, и можно будет сказать, насколько востребована эта услуга. И вы вновь придёте к нам в студию, мы вновь об этом поговорим. Если пригласите, обязательно. А сейчас у нас в студии появилась уже Ольга Балезина. Сейчас мы будем слушать новости. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Спонсор программы – компания «Теледвокиров». Представляет тарифы для бизнеса. С ними платите меньше, а говорите, как привыкли. Добрый день. В Кирове без 15 и 12. В эфире новости у микрофона Ольга Балезина. Правительство области взяло на себя временное управление подосиновским районом. Это связано с тем, что никто из депутатов районной думы не изъявил желание выдвинуть свою кандидатуру на пост головы муниципалитета. Напомню, что 24 марта в автомобильной аварии погиб ранее занимавший эту должность Александр Толстухин. Как сообщает сайт «Подосиновец.Инфо», представлять правительство в районе будет временная финансовая администрация. Срок полномочий установлен до октября 2013 года. В сентябре пройдут до выбора депутатов в районную думу, в число которых войдет и претендент на место главы района. В регионы завтра приводит комиссия для проверки земель для многодетных семей. Рабочую группу аппарата полномочного представителя президента в Приволжском округе возглавит помощник палпреда Александр Дрожжин. Члены группы проанализируют потребность региона в земельных участках, проверят реальное количество уже предоставленных на делов, будет проведена выборочная оценка наличия и качества коммунальной и социальной инфраструктуры участков, которые выделили бесплатным многодетным семьям под строительство жилья. По данным пресс-службы аппарата главного федерального инспектора, вся информация о проверке будет предоставлена палпреду президента в Приволжском округе Михаилу Бабичу. Подобные проверки пройдут во всех регионах округа. Красноармейская в районе Дворца молодежи перекрыта до конца недели. С сегодняшнего дня и до вечера 7 апреля в этом районе будут работать коммунальщики. Они прокладывают новый водовод Корченкин на центр. В связи с этим временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Красноармейской на участке от дома номер 13 до перекрестка с Володарского. По данным городадминистрации, троллейбусы седьмого маршрута со стороны Красина будут следовать до вокзала по улице Комсомольская и обратно по существующему маршруту. К этому часу все в студии работала Ольга Болезина. Спасибо. Следующий вопрос. Тони, я с вами не согласен. Начальники как экономили на людях, так и будут экономить. Разве в малом бизнесе иначе? Выходит иначе. В небольших коллективах с людьми и принято считаться. Тем более, что есть возможность сокращать расходы, не ущемляя сотрудников. Так почему бы ею не воспользоваться? Подключите бизнес-тарифы Теле2 и платите меньше при том же количестве разговоров. Такую экономию команда поддержит. Теле2 для дела. Продолжается программа «Дневной разворот в Кирове». Ольга Болезина все еще у нас в студии. Оль, говорили мы сегодня о том, что сейчас на самолете можно долететь до городов Приволжского федерального округа. Ты как вообще летаешь на самолетах? И будешь ли и в этих направлениях тоже двигаться? Нет, я все жду передачу, когда мы будем анонсировать международные авиаперевозки из Кирова куда-нибудь в европейские столицы. Что-то я вот сегодня всю программу тут тоже говорила. Хотя бы до Санкт-Петербурга-то добраться бы, и то хорошо было бы. Быстро и с комфортом. Да, ну вот эти направления, что вот у нас Ежевск, Уфа, Пермь, Нижний Новгород, скоро Казань, Самара и несколько еще других. Как думаешь, это будет востребовано? Ну вот я говорю, все познается в сравнении полеты. Я все сравниваю с международными, потому что я летала туда по ценам. Париж, туда-обратно, 10 тысяч рублей. А у нас что будет на 10 тысяч рублей туда-обратно, куда можно слетать? Андрей Васильевич. У нас Оренбург, Оренбург, 7542. Самый дальний маршрут. Вот, ну как бы немножко сопоставимо. Ну я просто летаю не по работе, я отдыхаю, поэтому я в данном случае выберу за границу. Такая точка зрения, Ольга Близиной, да. Андрей Жданов все еще у нас в студии. Ну вот сейчас мы закрываем эту тему, прерваемся на тематические программы. Слушатели, мы вернемся в начале следующего часа и будем обсуждать вопрос газете «Источник новостей», рубрика «Выбор города». И сегодня там опрос «Как бороться с весенним травматизмом». Кстати, точно такой же опрос вы можете найти у нас на сайте www.hackerov.ru. Так что пока давайте заходите, голосуйте, и мы посмотрим ваши ответы. Прерваемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова